Это право замечательно, что премьеры топовых немецких седанов, флагманов большой тройки, не совпадают во времени, иногда и в пространстве. И получается, что выводя, скажем, новое поколение седьмой серии на рынок, поварцы учитывали опыт ребят из Штутгарта. Те, в свою очередь, не забывают следить за тем, что происходит в Ингольштадте, где делают Ауди. Вот и получается такой бесконечный парад технологических инноваций, что, разумеется, на руку покупателю. Вот еще буквально вчера казалось, что ничего совершеннее, ничего хай-течнее, ничего более продвинутого в классе, чем Мерседес С, быть не может. Но сегодня дебютировала семерка BMW нового поколения, и кое-что в мировоззрении начинает меняться. Ну, скажем, впервые в мире здесь применены лазерные фары ближнего и дальнего света. В машине установлен интерфейс управления, воспринимающие жесты. То есть буквально машине можно скомандовать вот так. А как-то нравится ключ, при помощи которого можно осуществлять автономную дистанционную парковку. Вышел, нажал кнопочку, и автомобиль паркуется сам, без помощи водителя. Но самым главным технологическим прорывом, на мой взгляд, является кузов новой семерки. К сожалению, именно эта технология, именно эта ноу-хау будет скрыта от глаз владельцев. Однако, вот пока он такой, в голом виде, чуть-чуть разрезанный для того, чтобы мы могли насладиться сочетанием алюминия, карбона и высокопрочных сталей, он является собой настоящий, настоящий инженерный конструкторский шедевр. Это вещь, достойная того, чтобы быть выставленной в музеях. Правда, оно и стоит, в прямом смысле слова. Старт продаж в России намечен на 24 октября 2015 года. Семерка в базовом исполнении 730-я. Будет стоить от 5 миллионов 300 тысяч рублей. Но очевидно, что наибольшей популярностью будет пользоваться 750-я в удлиненном кузове. А эта машина обойдется уже под 8 миллионов. Хотя, речь идет об автомобиле уже серьезно упакованном. Впрочем, наверняка можно сэкономить на мелочах. Ну, скажем, большинство владельцев «семерки», очевидно, перемещаются по городу с водителями. Ну, зачем наемному шоферу вот все вот это вот управление жестами? Зачем ему дистанционная парковка? Ведь сам, в конце концов, может машину запарковать. За это деньги получает? Ну, а с другой стороны, владельцы «семерок» BMW, как правило, копейки не считают и семечками не торгуют. Впрочем, на то же 24 октября намечен старт продаж более бюджетный BMW, более доступный. Речь идет о втором поколении кроссовера X1. Внешне X1 и 2-го поколения отличаются от своего предшественника гораздо меньше, чем внутри. Да, теперь это уже не универсал с увеличенным дорожным просветом, а полноценный маленький кроссовер. Но самое главное, что он построен на совершенно иной переднеприводной платформе. От старой, заимственной у «трешки» не осталось и следа. Мотор теперь стоит поперек. Это может быть и полуторалитровый трехцилиндровый, как бензиновый, так и дизельный агрегат, так и двухлитровый турбомотор у четырех цилиндров. Машинка стала короче на 4 сантиметра, но выше на 5 и шире на 2. А объем багажника подрос до 505 литров.